МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Максим Федирко и вы смотрите программу «Свой патруль. Хроника происшествий». Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Серьезное ДТП в Благовещенске. В аварии погиб один человек. У велосипедиста из Белогорска нашли наркотики. Мужчину на двухколесном транспорте задержали на трассе в районе села Бочкаревка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В субботу 8 августа в Благовещенске произошла автоавария, в результате которой один человек погиб, два человека пострадали. В 5.11 утра на регулируемом перекрестке улиц Театральной и Конной столкнулись Мазда Алекса и автобус ПАЗ. По предварительной информации, водитель Мазды выехал на запрещающий сигнал светофора. По информации немногочисленных очевидцев случившегося, это был автомобиль такси. В результате столкновения водитель Мазды, мужчина 1966 года рождения, погиб на месте. Пострадали два человека. Это мужчина 1986 года рождения, пассажир Мазды, и женщина 1952 года рождения, пассажир автобуса. На месте происшествия работала следственная оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются. У 43-летнего велосипедиста из Белогорска нашли наркотики. Спортсмена задержали в районе автодороги Бочкаревка-Белогорск. При себе у него был пакет с 300 граммами марихуаны. В дежурную часть поступила оперативная информация о том, что мужчина на велосипеде может перевозить коноплю. На указанное место выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые остановили подходящего под описание гражданина. В ходе досмотра при нем был обнаружен пакет с растительной массой. Результаты проведенного исследования показали, что изъятая масса является марихуаной весом около 300 граммов. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день в Преамурии не действует ни один лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. Наиболее сложная пожароопасная обстановка в последние дни сохранялась в Зейском, Тындинском, Сковородинском и Магдагачинском районах. По распоряжению главы области в лесах этих территорий даже пришлось ввести 17 июля режим ЧС. Всего с начала пожароопасного сезона в Преамурии произошел 471 природный пожар. Он охватил 220 тысяч гектаров. В первые сутки огнеборцами удалось потушить 360 возгораний. Это 76%. По сравнению с тем же периодом прошлого года, число возникших пожаров снизилось на 19%. Площадь, пройденная огнем, сократилась на 40%. Затраты на тушение пожаров составили 120 миллионов рублей, при выделенных из федерального бюджета 54 миллионов. Недостаточное количество лесопожарной техники не позволяет своевременно доставлять спецтехнику на место пожаров. Решение этого вопроса сейчас отрабатывается Ростельхозом России. На следующей неделе в область по согласованию с Ростельхозом России поступят 65 миллионов рублей. Эти средства направят на подготовку предстоящему пожароопасному сезону. Кстати, в этом году надзорные органы выезжали в рейды по лесам в 4,5 раза больше. Всего они провели 4186 проверок. С начала пожароопасного периода все контролирующие органы составили 2745 административных протоколов. Это в полтора раза больше, чем в том же периоде 2014 года. Сумма штрафов на фоне прошлого года увеличилась почти в два раза, достигнув 7,5 миллионов рублей. И на этом все. Смотрите выпуски нашей программы на портале asn24.ru и помните, что осторожность никогда не бывает излишней. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok